30 августа в Эквадоре стартуют вторые всемирные кадетские игры. Курсанты высших военных учебных заведений из многих стран будут сражаться за первенство в легкой атлетике, пулевой стрельбе, плавании, военном пятиборе, спортивном ориентировании и волейболе. Игры проводятся под эгидой Международного совета военного спорта СИЗМ. К настоящему времени завершается этап подготовки команды России к этим представительным соревнованиям. Плавательный бассейн спортивного центра поселка Мосрентген. Здесь мы смогли наблюдать, как тренируются члены команды по военному пятиборью. Военная пятиборья без спорта чисто военно-прикладной, включающая в себя пять видов. Это стрельба из крупного оружия, из крупной лидерной винтовки. Это преодоление международной полосы препятствий длиной 500 метров, включающей 20 препятствий для мужчин, 16 препятствий для женщин. Это плавание с препятствиями, это метание гранаты на точность и дальность их рост. У женщины 4 километра, у мужчины 8 километров. Вид спорта в России развивается с 92-го года, когда Россия вступила в Международный совет военного спорта. Все члены нашей команды по военному пятиборью – кандидаты в мастера и мастера спорта России. Всемирные кадетские игры станут для них первыми крупными международными соревнованиями. Ребята принимают участие в первых своих играх. Они все обучающиеся в 2-3 курсах военно-учебных заведений. Это военный институт физической культуры, это училище МТО город Вольск, 2 человека, Рязанское высшее военное командное училище, и Академия света. Как известно, наши спортсмены успешно выступили на первых всемирных кадетских играх, которые проходили в Анкаре. Теперь они намерены повторить свой успех в 4-летней давности. На призовые места мы всегда рассчитываем, потому что Россия является признанным лидером в этом виде спорта. Мы всегда входим в шестерку сильнейших. Последние два года ребята старшая сборная входила в тройку сильнейших команд планеты. Поэтому мы надеемся на то, что молодежь нас не подведет и тоже выступит достойно. Рассчитываем на призовые места. Что ж, пожелаем нашим спортсменам высоких результатов и ярких побед в далеком Эквадоре. Мы будем болеть за вас, ребята. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок